Всем привет! С вами СДИФПРО и сегодня я покажу карту Fallout для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этой карты в вашем мире Майнкрафта появится малая атмосфера той самой игры Fallout. Но, собственно, сразу скажу, что эта карта не была перенесена с компьютерной версией Майнкрафта, а была создана с нуля, что очень классно и большой респект автору этой карты. На этом стенде вы найдёте самого разработчика, а также найдёте некоторые правила по выживанию. Ну и, собственно, мы будем приступать. Сейчас я нахожусь в креативе, начальный режим игры выживания, но сегодня мы просто немного посмотрим на эту карту. Во-первых, если кто-то обратил внимание, мы появляемся около какого-то фургончика, наверное, это даже автобус, потому что вот у нас по идее фургон, грузовик, а это у нас, друзья, наверное, и вправду какой-то автобус. Посмотрим, есть же лут. К сожалению, лута уже здесь нет. Посмотрим, что у нас находится в этом комазике. И лута, к сожалению, здесь опять же нету. Довольно печально, но надеюсь, что в этом доме уже что-то есть. Но он везде, точнее, целиком разгромлен. Я понимаю, что это была какая-то заправка, потому что, друзья, такая крыша бывает только у заправочных станций. Здесь выросло просто огроменное дерево. Ладно, будем двигаться дальше. Это у нас как бы линия электростанции или что-то в этом роде. Наверху у нас расположена какая-то гора. И, друзья, у нас врезался здесь самолет. Вот, опять же, внутри лута тоже нет. Я не знаю почему, но надеюсь, дальше что-нибудь будет. Это у нас неужели какой-то крест? Ну, я не верю. Наверное, может быть. Но вряд ли, друзья, это, наверное, не крест. Это просто какая-то статуя. Ну, или что-то раньше там было. Ох ты. А вот это уже эпически. Во-первых, дом. Вот есть сентучок. Давайте даже посмотрим, что находится внутри. Я сломаю эти блоки. И внутри к желению лута никакого, опять же, нет. Очень странно. Я не знаю, друзья. Мне кажется, что эта карта целиком вымышленная. То есть, она не была создана с какой-то части Фоллаута. Но она была создана именно по этой атмосфере. Есть какой-то мост оборванный. Но мир, опять же, у нас ограничен. Нет, друзья, не ограничен. Он создан в плоском мире. И неужели ландшафт создавался самим разработчикам? Ух ты. Если это было и правда так, то у него ушло очень много времени. Но мне кажется, что он пользовался какой-то программой. Потому что прогрузка здесь немного необычная. И связано это чаще всего с тем, что разработчики пользуются какими-то сторонними программами. Но всё же карта вышла довольно удачной и очень красивой. Скачать можете её, перейдя в описание под данным видеороликом. Но вот уже ещё один сундучок, в котором, опять же, почему-то ничего нет. Пустой лут, и меня это довольно сильно настораживает. Горит огонь. Есть какой-то проход. Наверное, какое-то убежище. Но, к сожалению, дальше ничего нет. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, карта была перенесена с компьютерной версии. Но вряд ли, друзья. Всё сделано очень качественно. Никаких багов я не заметил. И, опять же, здесь лута тоже нет. Как же мы должны здесь выживать? Скажите мне. Я не знаю, друзья, как здесь можно и вправду выжить, если здесь нет никакого лута. Возможно, карта создавалась с целью просто исследовать эту карту. Но, друзья, посмотрите на эти эпические постройки. И, вправду, наверное, разработчик этой карты пользовался сторонними программами. Но ничего страшного. Карта получилась просто эпической. И использование каких-то программ, конечно, разрешено. Если, друзья, кто-то не знает, то прохождение Майнкрафта самое быстрое. Это 4 минуты. И да. Парень использовал разные баги. И если кто-то не знает, то использование багов при прохождении игры разрешено. И это просто супер. Я нашёл также один баг в отласти в первом. Если в начале, в самом начале, неправильно закрыть дверь, то вы попадёте в текстурки. Потом вы можете умереть. И вы появитесь на последней миссии. Интересно мне будет записать такое видео. Только не на этом канале. И отправить, друзья, разработчикам. И назвать как самое быстрое прохождение. Ну ладно, это просто. Я так шучу. Но и вправду такой баг есть. Вы можете сами проверить. Если кому-то интересно, то ссылку на видео, как найти этот баг, я могу скинуть вам. Ну а на этом мы будем с вами прощаться. Не забудьте поставить лайк. А также не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал. Ну а на этом всё. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...